Всем привет! Как и обещала, делюсь своими собственными стратегиями, которые основаны на науке, но которые я применяю каждый день, которые я долго и кропотливо встраивала в свою повседневную жизнь и как бы сделала это привычным, которые я научилась применять в повседневной жизни автоматически, не применяя каких-то усилий. В общем, делюсь то, чем я каждый день пользуюсь, когда я учусь или изучаю какой-то вопрос, не обязательно официально для университета учусь, потому что для себя я тоже очень много чего делаю. Так вот, первое и то, чем я чаще всего пользуюсь, это пересказ своими словами, потому что я поняла, что, ну, лично для меня, и в принципе это подтверждает исследование, то, что сказано мною, то, что пересказано мною, это совершенно другое, это не так воспринимается мозгом, как то, что там написано, либо я прослушала, то есть я каждый раз себя как бы проверяю, а то, когда я получаю какую-то долю информации, если я могу пересказать своими словами достаточно коротко, значит, я это поняла. А если я это поняла, то я это запомню, потому что я уже ретранслировала в удобную форму для своего мозга. Если же я не могу этого сделать, я возвращаюсь опять к этой информации, какой бы она ни была, это статья, это какое-то видео, еще что-то. То есть пока я не смогу четко, ясно, понятно донести свою мысль хотя бы до себя, и желательно еще до кого-нибудь, если я не могу это пересказать своими словами, значит, я не понимаю, поэтому всю информацию, которая ко мне поступает, я стараюсь как бы хотя бы про себя, хотя бы, ну как бы, хотя бы коротко, хотя бы не полностью раскрывая весь смысл, я стараюсь пересказывать. Ну, если много информации, то как-то про себя в основном, если не очень много, и это что-то очень важное для меня, я стараюсь прям проговаривать, я сама с собой разговариваю, рассказываю своей кошке, своей собаке о том, что я узнала, что я получила, какие знания, и как я могу их сразу применить к себе. То есть я очень часто еще рассуждаю вслух, это тоже помогает продвигать свои какие-то размышления и укреплять свои знания. Следующий аспект — это вдумчивое чтение. То есть я стараюсь в последнее время не читать вот так по верхам, то есть просто, ну как бы, прочитать. Нет, я стараюсь все-таки как бы просмотреть, структуру выстроить, и потом уже вдумчиво вчитываться, опять-таки стараюсь постоянно пересказывать, отвечать на вопросы, смотрю все сноски, все изображения. То есть я стараюсь погрузиться в этот материал, потому что на самом деле так много я прочитала, но абсолютно не помню, потому что вот я просто читала, ну просто открывала и читала, как бы от и до, и все. То есть максимум я об этом рассказала, это в хорошем случае, ну то есть в лучшем случае, ну то есть на канале что-то рассказала. А в худшем случае я прочитала, закрыла и забыла. То есть сейчас я стараюсь все-таки этого избегать, даже если что-то для себя читаю, что-то такое, ну более научпоповское, не научное, все равно я лучше погружаюсь в материал, я всегда, ну повторюсь, я всегда смотрю сноски, я всегда изучаю потом список литературы, все вот эти дополнения, примечания от автора, потому что они помогают лучше понимать вообще, что вы читаете, и все-таки не тратить время зря и не читать так, ну просто бегло, не погружаясь в материал. Следующий аспект, который мне дался, конечно, сложнее всего, это писать своими словами. То есть не брать куски из интернета, из статей, из глав, которые я читаю, а именно перерабатывать своими словами. И писать уже как бы, как бы я пересказала словами вербально, на смысле вслух, так я и сарай записывать, потому что это очень соблазнительно сидеть и переписывать, просто те главы, да, делаю главы, мне кажется, иногда переписывала, выделенные хайлайтом из книги. Это очень легко, это не заморачиваешься, ну как бы ты не заморачиваешься, ты просто сидишь и переписываешь. Но в какой-то момент я поняла, что я в этот момент думаю о чем-то другом. И это так бессмысленно, это такая пустая трата времени, потому что создание конспекта, это, ну как бы конспект, это ваш помощник должен быть, он должен быть осознанной частью вашей памяти. Это то, за счет чего вы вытяните эти воспоминания. Это не просто мертвое хранилище кусков информации, а это именно активная, живая часть вашей памяти, которая вам должна помогать. Поэтому сделать это можно, только пересказав своими словами, перерабатывая эту информацию, включаясь в этот процесс, а не просто механически переписывая куски. И в дополнение к предыдущему, по поводу того, что писать своими словами, я еще стала размышлять письменно. То есть, эта идея была взята из Smart Notes, что-то такое, в общем, я здесь ставлю книгу, которую я прочитала по технике Лумана, но там, в принципе, идет такой красной нитью мысль о том, что когда вы пишете что-то, какие-то свои мысли, вы размышляете по-настоящему. То есть, то, что мы там в голове себе что-то крутим, где-то оно возникает, где-то пропадает, это одно дело. Когда же мы переносим это на бумагу или на смартфон, неважно, когда вы записываете свои мысли, свои размышления, конкретно вот эту цепочку размышлений, оно становится чем-то более материальным. То есть, вы выгружаете, наконец-то, эту мысль, и вы позволяете мозгу дальше думать. Потому что, заметьте, очень часто бывает, у вас приходит какая-то интересная идея, и вы ее крутите, 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 и ничего дальше не происходит, потому что она одна поглотила все ваше сознание, и все. А если вы ее выпишете, то вы сможете продолжить эту мысль. То есть, вы сможете продолжить, а как ее применять, а что с ней делать, а как ее... Ну, то есть, дальше вы сможете с ней работать, то есть, только выписав ее, потому что, ну, иначе она будет крутиться в вашем сознании. Поэтому я очень стараюсь это практиковать, конечно, не всегда получается, но это очень интересная вещь, потому что реально какие-то интересные вещи. Прямо пока вы пишете, то есть, когда... Это даже такой полусознательный процесс даже происходит, то есть, вроде бы, вы сознательно это делаете, но в какой-то момент еще подсознание что-то подкидывает, какие-то такие интересные вещи, инсайты, какие-то находки, какие-то идеи, которые вы так бы никогда просто не нашли, но из-за того, что вот вы освободили свой мозг от каких-то мыслей, каких-то банальных мыслей, мозг, наконец-то, может вам подсунуть что-то интересное. Поэтому я стараюсь это сделать своей ежедневной привычкой, пока не совсем получается, но все-таки. Это очень классная вещь, обязательно попробуйте. И, конечно же, я всегда пользуюсь самопроверкой, припоминанием. То есть, я стараюсь всегда вспоминать без первоисточника, что я изучила, что я выучила. Я всегда стараюсь какие-то тесты проходить, отвечать на вопросы после главы и так далее. То есть, это надо прямо ввести в привычку. То есть, как только вы привыкаете к этому, это не становится еще бы таким, надо тестирование пройти, это экзамен, это еще что-то. Для меня это обыденность. То есть, я настолько это привела в такое привычное состояние, что для меня ответить на вопросы после параграфа, это как само собой разумеющееся. То есть, как читать, так и проверять себя. Это как бы привычно. То есть, я стараюсь использовать каждую возможность, потому что, повторюсь, я не всегда... То есть, в университете меня заставляют это делать, по сути, потому что мы пишем очень много эссеи, там нужно применять свои знания и затем их как бы ретранслировать, накладывать на практику и так далее. В общем, это такой другой процесс. Если же я что-то сама учу, я периодически всякие тесты прохожу на те темы, которые я проходила, на старые темы, которые у меня были. Я частенько прохожу тесты по такой общей психологии, по практической психологии, вот которые у меня были, например, какие-то предметы. я понимаю, что я что-то подзабыла, что-то там у меня провалилось, что-то я там переместилась, какие-то знания, и как бы я постоянно стараюсь их восполнять, то есть я всегда прощупываю то, что у меня есть. Я всегда так, знаете, как скруж над своим богатством, над своими знаниями, постоянно не знаю, что я делаю. Очень сильно над ними забыла слово. В общем, я люблю их проверять, я люблю пересчитывать, пересматривать, проверять свои знания, прощупывать все места, которые могут быть, какие-то темные углы, непонятно что там. Это очень полезная привычка, и опять-таки, повторюсь, это привычка. Как только вначале будет сложновато, потом вы привыкнете, и все вообще наладится. И, конечно же, я не забываю про интервальность, перерывы, перемешивания и так далее. Что я имею в виду? Когда у меня такой день, что я весь день учусь реально, я все равно стараюсь находить какие-то дела, которыми перекладываю как бы учебу, потому что сидеть от и до там шесть-семь часов, это вообще безумие, это бессмысленно, особенно не делая никаких перерывов. То есть, если я понимаю, что мне нужно очень долго и вдумчиво учиться, то я стараюсь там себе запланировать какое-нибудь механическое дело, прогулку, разминку, не знаю, поход в магазин, еще что-то. То есть, нужно обязательно всегда не забывать там ставить таймер, чтобы вы через час встали, размялись, походили, что-то подделали, дали отдых глазам, дали отдых своему мозгу и так далее. То есть, это опять-таки тоже должно быть привычкой. И раньше я могла там несколько часов сидеть, я так очень гордилась собой сейчас, я понимаю, что это абсолютно бессмысленно, просто потому что мозг не успевает переработать информацию, и она просто выскакивает у вас. То есть, то, что вы учили вначале, возможно, прям в самом начале вы запомнили, потому что она успела переработаться, а все остальное, оно все сметается, потому что, повторюсь, вы не даете время для того, чтобы переработать информацию вашему мозгу. И по поводу перемеживания, что если, например, у вас есть несколько предметов, то лучше не долбить один предмет от и до, там, выделять один день на вот этот предмет. Нет, лучше все-таки чуть-чуть одним предметом, чуть-чуть другим предметом, третьим и еще чем-то переложить какими-то делами. Это будет лучше, потому что, как нам говорят ученые о том, что вместо одного дня и пяти часов занятий лучше пять дней по одному часу занятий, потому что нашему мозгу нужно время для того, чтобы переводить информацию, для того, чтобы к следующему занятию немножко подзабылась информация, чтобы она наложилась, чтобы вы еще там припомнили. В общем, это гораздо-гораздо эффективнее, и поэтому я стараюсь этим исследовать. Все, вот и все мои ежедневные правила, привычки, то, чем я пользуюсь, ну, стараюсь пользоваться каждый день, конечно, не каждый, а каждый день, но в те дни, когда я учусь, практически все дни, это то, что помогает моим знаниям крепнуть, расти и так далее. Я надеюсь, что-то пригодится и вам, так что подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарии, делитесь своими правилами, которыми, возможно, у вас что-то такое интересное, эксклюзивненькое тоже есть. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok